Полицейским, превратившим отдел полиции в камеру пыток, вынесли приговор. Напомню, 53-летний нижегородец Александр Дмитриев, после того, как побывал в советском отделе полиции, попал в больницу. Вот наручники, соседы, да, соседение моза, ушиб позвоночника, ушиб здесь позвоночника, почки, печень, ремень такой широкий. Связали наручники назад, просунули веревку подо мной и за наручники. Один сел на плечи, давит на плечи, а другой тянет наручники. Короче, ласточку, а голову сюда давят. Ногами по бокам били, по голове били, руками, ногами. Он попал согнутых ног, вот так вот, вот он так вот шел, вот, кое-как вот, вот, ногами передвигал, мы его, я с одной стороны, сын у меня с другой стороны. У него болело все, у него болела голова, у него болели ребра, руки, ноги, все. Таким образом, у Александра Дмитриева выбивали признание в краже электроинструмента, которую, как позже выяснилось, он не совершал. Следствие по этому делу длилось три года, и суд признал полицейских виновными, приговорил к пяти годам лишения свободы. В суде, когда осужденных брали под стражу, родные не могли сдержать слез. Субтитры делал DimaTorzok Маловато дали им. Если бы они осознали, они хотя бы пришли, извинения просили, они ни в больницу, ни ко мне, ни разу не пришли даже. И идут в отказ, до сих пор идут в отказ. В хиатрическую больницу будем ложиться. Здоровья вообще никакой не стало. Судимые вину свою, как в ходе председательного расследования, так и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде не признавали. Указывали на то, что ими данное преступление не совершалось, о том, что никаких телесных повреждений потерпевшему они не причиняли, никакие удары ему не наносили. И что, в общем-то, потерпевший их оговаривает. По вступлению приговора в законную силу обязательно обратимся в суд с иском о возмещении морального и иного вреда, который был причинен преступлением Александра Ивановича. Продолжение следует...